Здравствуйте, уважаемые подписчики. В этом ролике я также постараюсь ответить на ваши вопросы. И как вы узнали из названия ролика, расскажу о витаминах. Расскажу о специфике, какие конкретно витамины нам нужны нашему организму именно зимой. Как проявляется дефицит, какими признаками, симптоматикой, какие вообще в принципе есть вот эти вот звоночки о том, что у вас дефицит того или иного витамина. Ну и, конечно же, постараюсь так поподробнее рассказать о том, какие конкретно витамины нужны детям, какие витамины нужны женщинам. Ну и, соответственно, какие витамины такие вот одни из самых необходимых именно для мужчин. Постараюсь, чтобы это было доступно, понятно, очень простым языком. Ну и, соответственно, постараюсь все равно как-то рассказать о том, какую роль играет тот или иной витамин, какой функцией он обладает. И поделюсь каким-то определенным таким своим опытом. Начнем с того, что уже вот первые морозы, а это, соответственно, очень стрессовое такое состояние для нашего организма. В принципе, все запасы с лета витамина в нашем организме уже начинают снижаться, каких-то фруктов, овощей на прилавках все меньше и меньше, и качество их тоже, конечно, желал бы лучше. Какие витамины нужно пить именно зимой? Для чего? Для обеспечения высокого иммунитета и поддержания нормальной работы всех органов систем. Для того, чтобы перейти к тому списку витаминов, которые являются самыми необходимыми зимой, надо сначала разобраться, есть ли у вас такой дефицит, то есть есть такая необходимость. Признаками, либо вот такими проявлениями, которые говорят о том, что у вас есть какой-то дефицит и нехватка тех или иных витаминов, будут следующие вот эти вот симптомы и проявления. Распознать вот этот авитаминоз бывает не так просто. Нередко он маскируется под симптоматикой нарушений работы, например, желудочно-кишечного тракта, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, либо нарушения работы нервной системы. Очень легко все это перепутать. Хроническая усталость вследствие дефицита витаминов является таким же проявлением, как обычная, такая та же самая физическая усталость. Наиболее частые вот такие встречаются симптомы дефицита внимания, это и потеря блеска, выпадение волос, довольно-таки частая проблема. Очень часто жалуются на это девушки, та или иная консультация очень часто спрашивает об этом, что посоветуете, вот есть такая проблема. Также признак это ломкость и тусклость ногтей, сухость кожи и губ, тоже один из признаков. Ну, кровоточивость десен, да, казалось бы, не обращайте вы на это внимания, да, но моете зубы и напастье, вот, очень много крови. Казалось бы, что-то непонятное происходит. Это может быть одним из таких вот признаков. Вялость, раздражительность, та же апатия, нарушение сна. Эти все симптомы и признаки очень легко спутать с обычной усталостью, как правило, все говорят о том, что, ну, перетрудился, ну, вот, поменялся. Сейчас режим немножко, вот, больше стало работать или погода такая. Вот, все это может быть и фактически говорить нам о том, что в организме есть дефицит того или иного витамина. Так, добрались мы и до списка тех самых необходимых витаминов. И хочу начать с витамина А, основная функция которого является такое улучшение зрения, блокирование воспалительных процессов, повышение иммунитета, улучшение регенерации кожи, слизистых оболочек. То есть, это одни из самых важных функций в нашем организме, без которых наш организм фактически не может. Укрепление и стимуляция роста волос и ногтей. Поэтому, девчонки, возьмите на заметку витамина А. Также он обеспечивает глубину засыпания и нормализацию сна. Контролирует уровень гормонов, что тоже очень важно. Это тоже, от этого тоже будет зависеть наше настроение. Также он замедляет процессы старения. Это вот тот секретный витамин, от которого зависит наша молодость. Такая вот минимальная норма его потребления для взрослого человека – это 1 мг в сутки. Витамин А, он содержится в рыбе, говяжья печень, молоко, молочные продукты, куриные яйца, морковь, авокадо, брокколи и другие продукты питания. Следующий витамин, который тоже очень важен – это витамин С. Не зря вот все вот эти пакетики, когда вы заболели, особенно зимой, всевозможные простудные процессы, там содержатся в этих пакетиках парацетамол и витамин С. Парацетамол – противовоспалительно-противоотечный эффект, снижает температуру. Витамин С он улучшает, нормализует иммунитет. Он работает так же, как антиоксидант, то есть борьба с теми же свободными радикалами, от которых огромное количество тех же всевозможных процессов. Также он отвечает за нормальное протекание огромного количества разных процессов в нашем организме. Это окислительно-восстановительные реакции в тканях, это клеточное дыхание, полное усвоение многих других витаминов и микроэлементов. То есть если будет дефицит витамина С, следовательно, хуже будут усваиваться другие витамины, в частности это железо, в частности это тот же кальций. Та же хроническая усталость, раздражительность, ломота мышц, та же плохая свертываемость крови могут сигнализировать о дефиците, о нехватке витамина С в нашем организме. И суточная норма витамина С для взрослого человека это 75-90 мг в сутки. В принципе, содержится он в цитрусовых плодах шиповника, та же капуста, ягоды, черная та же смородина в огромном количестве содержит. Следующий витамин, о котором хочу рассказать, и один из таких излюбленных витаминов, это витамин Д. Кальций, важнейший элемент, который отвечает за нормальное усвоение кальция и фосфора в нашем организме. Как известно, кальций это нормальная работа мышечной, мышечной нашей системы, кальций это наша скелетная, наш скелет, это зубы и многие-многие другие, получается, системы, которые от него зависят. Примечательное в том, что может синтезироваться собственными силами организма, и, как правило, именно для витамина Д необходимо солнце. Ну, особенно вот в витамине Д нуждаются маленькие дети, у которых развивается опорный двигательный аппарат для того, чтобы не было вот этих дефектов развития, всевозможных рахитов и прочих нарушений. Ну, также у кого есть вот эти демистративно-дистрофические заболевания по типу остеохондрозов, проблемы с суставами, всевозможные вот эти вот артриты, артрозы и прочие изменения. Суточная норма для ребенка это 100 микрограмм. Он жирорастворимый витамин, поэтому независимо от времени года, в принципе, на вашем столе должен быть продукт питания, который должен содержать этот витамин. Это рыба, желательно вот именно жирные сорта, это сыр, творог, растительное сливочное масло, куриные яйца. Следующий витамин, о котором хочу рассказать, это витамин Е, тоже заслуженно считается витамином красоты, поскольку именно он отвечает за здоровый цвет лица и естественное такое вот сияние волос. Кроме того, он обеспечивает нормальное, насыщенное, получается насыщение кислородом головного мозга. Это правильная нормальная работа нервной системы, а это память, концентрация внимания и прочие оперативные функции нашего головного мозга. Он помогает справляться со стрессом, что очень важно, особенно когда вот меняется погода, когда мы больше проводим времени дома, также оказывает омолаживающее действие на наш организм. Содержится в зеленых овощах, растительном масле, в яйцах и других продуктах питания. Ну и, конечно же, излюбленная моя группа витаминов В. Почему излюбленная? Потому что по специальности я врач-невролог и очень часто работаю с этой группой и считаю, что одна из очень важных тоже групп и расскажу почему. Начнем с витамина В1. Нужен для поддержания физической активности и работоспособности. Наверное, один из таких вот тоже уникальных витаминов, который нормализует углеводный обмен и тоже дает вот эту энергию нашему организму, поэтому нервной системе без него никак. Он содержится в таких препаратах, которые очень часто вам назначаются, такие как мельгама, камбелепен, нейромультивид и другие препараты. Наряду с ним немало важен также витамин В6. Тоже нормализует работу нервной системы, тоже помогает нашему организму избежать той же депрессии. В9 на него меньше, обращая внимание, препятствует появлению тех же новообразований и необходим также беременным. Очень часто рекомендуется и назначается так. Ну и В12, санкобалабин, тормозит процессы старения. Первые признаки такого вот дефицита группы В – это бледная кожа, это слезотечения, это сухие, потрескавшиеся губы. Очень часто дефицитом вот таких витаминов являются и заболевания желудочно-кишечного тракта, о которых вы не знаете. Казалось бы, вы принимаете витамины, вроде бы как следите за своим здоровьем, а в организме все равно дефицит, потому что они просто не всасываются. Огромное количество проблем, связанных с метаболизацией в организме – это проблемы эндокринных желез, это такая проблема, как сахарный диабет. И основными источниками витаминов группы В – это и орехи, это свекла, это бобовые, это греча, это печень, та же цветная капуста, ржаной хлеб, томаты, молочные продукты также содержат. Витамин В, он обладает антиоксидантным свойством, благодаря ему нормализуются и, в принципе, хорошо функционируют стенки сосудов. Содержатся в капусте, петрушке, в укропе, виноград содержат и другие. Как правило, очень часто рекомендуется именно сочетание витаминов, потому что дефицит, как правило, огромного количества разных витаминов. Витамины тоже делятся на разные виды, как правило, две разновидности водорастворимые и жирорастворимые. К водорастворимым относятся группа В, витамины В, С, ко вторым получается вот уже это жирорастворимые, это витамин А, К и Д. Как правило, передозировки водорастворимыми невозможно получить, а вот жирорастворимыми будьте внимательны и осторожны. И еще один такой очень немаловажный факт, если в организме будет дефицит тот же жиров, значит и витамины жирорастворимые будут хуже усваиваться. Какие витамины нужны именно детям? Это могут быть либо продукты питания, либо готовые уже какие-то биологически активные добавки. Во-первых, как я говорил уже, витамин А, он отвечает за нормальное развитие костной системы, за восстановление и регенерацию, поэтому очень важно. Витамины группы В, это нормальная, правильная работа нашей нервной системы, нашей системы кроветворения. Витамин С, один из самых тоже таких важных витаминов для детей, несет он такую защитную функцию, отвечает за иммунитет и регенерацию тех же слизистых и прочего. Витамин Д, это наш кальций, фосфор, наш опорно-двигательный аппарат, правильное его развитие без дефектов. Витамин Е для детей нужен для нормализации, нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы и нервной системы. Витамин ПП отвечает за обменные процессы, за качество работы сердца и нормальный рост. Это тоже очень важно, не только витамин Д. Ну и, конечно же, какие витамины нужны мужчинам зимой в целях той же профилактики, укрепления иммунитета. Здесь ученые говорят о том, что мужчинам больше нужны в первую очередь такие витамины, как витамин Е. Он замедляет процесс старения и наполняет организм энергией. Витамин Д нормализует работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга. Витамин А отвечает за хорошее зрение. Витамин С уже вот в такой последовательности, что он помогает в том же переживании какого-то стресса, укрепления сосудистой системы. Биотин отвечает за здоровье кожи, волос, ногтей, поэтому тоже нужен. Биотин, то даже липоевая кислота, она нормализует функцию щитовидной железы. Б2 необходим для того же тканевого дыхания на осыщение тканей кислорода, следовательно, организм будет лучше работать. И, конечно же, Б12 отвечает за тот же синтез белков, гемоглобина, то есть такая физическая тяжелая работа. Поэтому так вот и необходим мужчинам. Ну и, конечно же, наши любимые женщины. Какие витамины нужны в первую очередь женщинам для нормальной работы и функционирования всех органов и систем? Что считают ученые? Конечно же, это те же самые А, С, Е, особенно тем же взрослым женщинам. Витамин Е участвует в работе коллагеновых и эластичных волокон, нормализует давление, улучшает работу системы кровообращения. Витамин В6 стабилизирует состояние в период ПМС, помогает в лечении тех же стрессовых состояний. Витамин ПП, та же никотиновая кислота, регулирует уровень холестерина крови и обеспечивает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому никотинку так любят наши врачи-кардиологи. И группа витаминов В6, В12 и В9 фолиевая кислота для поддержания женского репродуктивного здоровья. Это вот одно из тех исследований последних, о котором я читал, о котором я хотел вам рассказать и вот именно эту специфику и передать. Мы все люди, поэтому в принципе и дети, и мужчины, и женщины, поэтому и витаминов у нас нет такого огромного разнообразия, поэтому они где-то пересекаются. Не путайтесь, да? Но вот эта вот интересная последовательность и то, что нам рекомендуют, конечно же, наши ученые, интересно было почитать. Кому интересна еще подробнее эта информация, кто может меня дополнить также, ниже в комментариях под видео я буду признателен. Задавайте свои вопросы, поставьте, пожалуйста, лайк ролику, напишите комментарий, поделитесь этим роликом в социальных сетях, потому что эта информация будет сейчас, особенно в зимнее время, особенно полезна не только вам, но и вашим близким. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы, в следующем ролике я отвечу именно на ваш вопрос. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok